Ну что ж, три пиццы за одно утро. Это будет что-то для Риты Леона с грибочками и лучком. Моя любимая пепперони и конечно для Сашеньки. Его овощная с перчиком и оливочками. Как всегда пытается быть здоровеньким. Ну что ж, начнем с грибной. Она у нас для гостей. Так, начнем с соуса. Ничего сложного. Просто томаты, немного чеснока и травы. Первая пицца у меня будет для друзей, для Риты, Леона и их деточек. Это конечно же с грибочками и лучком. Давайте добавлять ингредиенты. Мука, масло. Также я добавлю стакан воды и посолю. Отлично. Теперь мы можем это все перемешать. Вот так вот я все перемешаю. Хорошенечко. И приступим к следующему этапу. Это выбор теста. Я хочу сделать круглую пиццу. Конечно же классика. Раскатываем тесто. Я это делаю очень ловко. Деликатеться. Ну а теперь для соуса нужно нарезать все. Это томатики. Обожаю помидорчики. Лучок порежем. Ой, что-то у меня слезы идут. Ох, чесночок. Ребят, вы любите чеснок? И перчик. Обожаю пикантность. Давайте теперь делать соус. Добавим томатики. Лучок. Чесночок. Томатный соус. Конечно же наш перчик вкусненький. Ну и конечно же сыр. Много сыра. Я обожаю сыр. Друзья, и в пицце его должно быть много. Потому что он так тянется. Давайте теперь добавлять ингредиенты. Пицца у меня будет с луком и грибочками. Сначала мы расположим шампиньончики. Как повезло то, что они свеженькие. Я уверена, Рита и Леончик оценят эту пиццу. Они любят такое. Вообще, Рита и Леон обожают грибочки. Помню, как мы ходили, собирали их. Надо будет повторить поход за грибочками. Для друзей не пожалею начинки. Сделаю побольше грибочков. Вот так вот. Еще один грибочек. Давайте добавим как можно больше грибочков. Вот так. Пицца должна быть с большим количеством начинки. Для друзей не жалко. Ну, а лучка поменьше. Например, Доминик и Мария не очень их любят. Когда в пицце много лука. Пару колечков, думаю, будет достаточно. Хотя, может быть, сделать им луковый сюрпризик. Ребята, вы любите лучок в пицце? Вот таким вот образом я все расположила. И думаю, можно приступить к самому главному. Это к духовке. Будем выпекать пиццу. Надеюсь, наша новая духовка не подведет. Надо будет следить за корочкой. Слишком долго подгорит, а слишком быстро не пропечется. Так, настрою свою хрюшеньку на 15 минуточек. Ну, я, конечно, буду проверять каждые пять. А следующую пиццу я сделаю мою любимую. Пепперони. Я обожаю пепперони. Она такая вкусная, такая остренькая. Друзья, кстати, какая у вас самая любимая пицца? Мы сейчас сделаем такой же томатный соус. Он будет таким же восхитительным. И тесто у меня будет классическое, кругленькое. Вообще, мне еще нравится римская пицца. Но у нее другое тесто. Ой, мне кажется, можно открывать собственную пиццерию. Я просто мастер уже. Ребят, а как вам такая идея? Я буду радовать и в ней друзей. И вас могу позвать. Будем записывать влог, как готовим вместе пиццу. Я думаю, у нас получится отличное видео. Что-то я заболталась. Пора делать соус. Давайте все ингредиенты поместим сюда. И у нас будет потрясающая пицца. Пепперони. Мешаем соус. Ммм, какой аромат. Я обожаю этот соус. Он у меня получается отменным. И все его хвалят. Ребят, вы тоже можете взять этот рецептик на заметку. Сыр я обожаю. Я уже вам говорила, как я его люблю. Сыра должно быть очень и очень много. Особенно пицца, чтобы она тянулась. Так, никакой зеленушки добавлять и не буду. Мои любимые колбасочки пепперони. Кружочек за кружочком. А может быть сделать двойное пепперони. Да, я сделаю самую вкусную пепперони на свете. Вообще готовлю всегда с любовью. Главное это делать в хорошем настроении. Тогда пицца будет невероятно вкусной. И в следующий раз можно, кстати, будет приготовить что-нибудь экзотическое. Например, пицца с ананасами. Это что-то вроде гавайской пиццы. Но, допустим, не обязательно добавлять ветчину. Или курицу. Можно даже и с креветками сделать. Пицца с креветками это какая-то морская особая пицца. Да, друзья, больше колбасок. Это уже даже не двойная пепперони. Это тройная пепперони. Ну что, она же домашняя. А в домашней пицце нельзя экономить на начинке, я считаю. Что вы думаете, друзья? Давайте отправим в духовку. Идеальные пепперони. Саша явно ее не оценит. Она для него окажется жирненькой. Но мне самое то. Я люблю очень жирные. И, конечно же, калорийные. Чем больше, тем лучше. Он обожает овощи. Сначала мы сделаем фирменный соус. Я думаю, вы уже запомнили, как его готовить. Поэтому ловко все помещаем, друзья. Перемешиваем хорошенечко. Все должно быть идеально. Ничего лишнего. Так же будет круглое тесто. Раскатываем. Ловко-ловко его раскатываем. И приступаем к нарезке. Ловко нарезаем овощи. Помидорчик. Помидорчик у меня готов. Лучок. Я уже даже не плачу. А может быть, мне кажется, немножко слезы пошли. Чесночок и перчик. Ой, я уже так хочу кушать. Кушать я люблю. Особенно после всех этих запахов, друзья. Почувствуйте, какой же приятный аромат. Наша пицца будет тоже такой же вкусной, как и все пиццы. Несмотря на то, что она полезная. Но она ничуть не отличается от тех пицц, друзья. Она будет такой же вкусной и восхитительной. Наливаем наш соус. Самый вкусный и потрясающий. И натираем сыр. Саша не любит много сыра. Но я не могу сделать чуть меньше или чуть больше. Я делаю все всегда с душой. Добавляем перчик. Его любимые овощи. А еще Сашенька обожает оливки. Он может их есть просто так. А я не знаю, ребят. Я не очень люблю оливки. Но пиццы, они идеальны. Друзья, вы любите оливки. Пишите вообще в комментариях ваши самые любимые сочетания. Для Саши я добавлю больше оливок, потому что он их, правда, очень сильно любит. Красный перчик он тоже обожает. Начинки можно сделать побольше. У меня такие перчики вкусненькие получаются. И очень даже красивые. Ох, если бы Анита могла есть такую пиццу. Но пока ей, наверное, рановато. Придется ей пока довольствоваться детским пюре. Хотя, кто знает, вдруг она захочет кусочек теста. Представляю, как Саша будет есть ее серьезным лицом. Думаю, что это суперполезно. Никакой колбасы, к сожалению, не будет. Овощная тоже очень вкусная. И она готова. Ну что ж, я молодец. Теперь можно передохнуть. Хотя, зная наших гостей, спокойного завтрака не будет. Какая-то волшебная вещь в приготовлении еды. Все начинается с кучи сырых ингредиентов. А потом, бам, вкусная домашняя пицца. Может, стоит попробовать что-то еще новое на этой кухне. Хм, но сначала пицца. Ну, Анитка, давай. Ты уже большая девочка. Пора научиться говорить. Хочешь сказать папа? Это очень простое слово. Ну, давай, повторяй за мной. Пап, пап. Или мама. Повторяй за мной. Мама. Давай, милая, попробуй. Это уже легко. Ну, ладно. Давай, попробуем что-то другое. Скажи папа. Я твой папа. Папа. Ну, ты точно слушаешь. Но говоришь не очень. Но ничего страшного. Я терпеливый папа. Мы сделаем это вместе. Юга, ты тоже можешь попробовать. Как тебе? Папа. Или мама. Саша, аромат доходит? Это я твою любимую овощную делаю. Хотя, может, пицца было бы лучше. Как вы вообще здесь? Аня, тут своя работа. Учу Аниту говорить. Но думаю, с твоей помощью она точно скажет что-то про пиццу. Все запахи у нас костиной. Ну вот, Юга уже помогает. Скоро у нас будет маленький хор. А теперь запах немного не тот. О, святая пицца. Я с вами здесь совсем забылась. Пицца. Вот это да. Ты это сделала. Первое слово. Пицца. Аня, ты слышала? Ань. Что она сказала? Пицца? Да, пицца. Наш маленький кулинар начинает говорить самого главного. Рита Лимон, так рада вас видеть. Проходите, ребята. Мы тоже так рады. Энджи уже ждет свою первую встречу с вами. Ну вот, наконец, и до вас добрались. Это у вас теперь такой огромный дом? Ага, теперь у нас хватит места для всех этих бегунов. Заходите. Доминик Марио готовы исследовать каждую комнату. Да, где тут самые классные игрушки? И, конечно, пицца, которую тетя Аня готовит. Я все слышал. Ах, мальчики, я знала, что вы будете первым делом про еду спрашивать. Уже почти готова. У нас для вас целых три пиццы. О, посмотри, как подросла твоя малышка. Аня-то уже такая большая. Мы вот как раз с ней учились говорить. И угадайте, какое первое слово она сказала. О, ну-ка, ну-ка, что сказала? Пицца. Ну все, теперь я с тобой. Кто главная звезда на кухне? Аня, похоже, ты влияешь на весь дом. Что поделать? У нас тут культ пиццы. Пойдемте пока горячие. А потом покажу вам все уголки нашего нового дома. Только не забудь оставить нам место для экскурсии после еды. А то Марио с Домиником могут тут потеряться среди всех комнат. Хм, я даже хочу. Будет как в приключенческом фильме. Хорошо, будем искать тебя через пару часов. Мы так много всего привезли с Мальдив, что я даже не знаю, с чего начать. Надеюсь, вам понравится. Вот для вас, Рита Ильон. И тут также для Доминика, Марио и, конечно же, Энджи. Ага. Да, не могли вернуться с пустыми руками. Мальдивы такие красивые, что хотелось увезти с собой весь остров. Ох, ребята, что вы, мы не ожидали. Это для тебя, Рита. Небольшое украшение с местными камнями и ракушками. Они такие простые, но напоминают о море. И, конечно же, браслетик для Леона. Ой, сладкие пончики. Боже мой, это так красиво. Я прям чувствую морской бриз, когда смотрим на них. Леон, а тебе вот рубашка. В ней можно чувствовать себя, как на курорте. Даже когда работаешь. Ого, да, точно как у пляжного бармена. Буду носить ее на даче, чтобы мечтать о Мальдивах. Ой, это Рита для тебя. Набор косметики. Кокосовое масло и крем. Оно творит чудеса для кожи. Попробуй. Это чайный сервиз. Отличный способ уютно провести вечер. Чай там был невероятный. Ох, я так давно хотела попробовать кокосовое масло. А сервиз это вообще находка. Обязательно устроим вечер чаепития с Леончиком. Это универсальная специя. Прямо с мальдивских рынков. Тут и для местных блюд, и для вегетарианских. Выбирайте, что нравится. Это рай для повара. Уже чувствует этот аромат. Спасибо, ребят. Вы прям угодили по всем фронтам. Ну а теперь для маленьких сладкоежек. Марио, Доминик, вам привезли немного мальдивских снеков. Банановые чипсы. Это что-то новенькое. А вот шоколад, это уже по-нашему. Это не просто шоколад, а мальдивский. Со вкусом кокоса и специй. Попробуйте, может захотите потом еще. Ну что, дети, кажется, теперь вы тоже попробовали немного мальдив. Да, так что теперь мы все побывали там. Хотя бы частично. Энджи, это местная игрушка. У них в отеле точно такая же была. А я надеюсь, вы не из отеля это все сперли? Нет, Рита, что ты. Кстати, тут еще ароматическая свечка где-то была. Телефон звонит. Ой, это странно. Ну, неизвестный. Может это курьер? Мы же заказывали кое-что для дома. Привет, Аня. Я не знаю, как это объяснить, но я это ты. Я из другой реальности. И у нас тут проблема. Хьюго. Хьюго, он не случайно оказался у вас. Что-то случилось? А, это была я? То есть, другая я. Она сказала, что с Хьюго что-то не так. Он не просто оказался у нас. Это все было частью какого-то плана. Что ты имеешь в виду? План? Это звучит не очень. Эй, малыш, все в порядке. Что происходит? Может это просто совпадение? Я не думаю. Что-то, что-то явно происходит. Похоже, мы скоро узнаем, почему Хьюго оказался здесь. И почему-то я из другой реальности решила его отправить именно к нам. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok